В Украине приняты в силу несколько новых законов. О безменениях в законодательстве расскажет заслуженный юрист Украины, депутат Одесского областного совета Валерий Лакайчук. Валерий Федорович, здравствуйте. Добрый день. В последнее время было принято несколько законодательных актов, которые так или иначе, наверное, затрагивают всех жителей нашего региона. Это и закон о портах, это и Уголовно-процессуальный кодекс, который, в принципе, регламентирует действия системы правосудия. Но это Моженный кодекс, это тоже наш товарооборот. Собственно, как вы считаете, какие нововведения приведут эти законодательства, что они поменяют в жизни нашего региона? Ну, давайте еще скажем. 21 числа еще принят один закон об административных услугах. Это когда гражданин обращается по ситуации получения справки. Сегодня будет создан административный орган, в который он будет обращаться, и этот орган будет собирать сам справки. Простите, очередное единое окно? Нет, это об административных услугах. Вот тебе одна организация просит дать справки о том, что с другой организацией. Если тебе нужна последняя справка, ты обращаешься в орган по административным услугам, и он собирает сам все справки. Звучит прекрасно. Должно быть так. Хотелось бы, да. Если мы говорим о таможенном кодексе, вот позавчера у нас было заседание Громадского радио при таможне в Киеве. Мы в него вводим опять изменения, и сейчас это задание президента. Почему? Потому что Громадская рада выступила против определенных статей кодекса определения цены товара. Потому что он был субъективный, опять готовила ситуация к определенным коррупционным подвижкам. А в принципе, который сегодня, системная коррупция уничтожена на таможне, на сколько времени, это я не знаю. Вот сейчас будут изменения до первого числа, и первого числа вводится таможен. Если мы говорим об уголовном профессиональном кодексе, там много же проблем. Извините, он фактически меняет полностью идеологию процесса. Если сегодня это карательный кодекс 61-го года, то здесь вступает состязательность процесса. Но для того, чтобы он вступил, должны еще многие законы прийти. Например, закон о прокуратуре. Но по закону о прокуратуре в пять раз сокращается прокуратура. Закон об адвокатуре. Ведь адвокат становится таким же, членом процесса, участником процесса, имеет право предоставлять доказательства и все остальное. А кроме этого, подождите, для МВД вопрос, а для управления юстицией, в виде нашей ситуации, он будет вводиться с первого ноября. Например, вводится такое новое для нас, это суд присяжных. Как бы суд присяжных? Я не знаю, управление юстиции знает или нет, что оно должно в течение этого месяца подать на облсовет список кандидатов присяжных. А я не знаю, УВД готовится или нет к ситуации, или милиция к ситуации, по которой она должна сегодня подготовить техничные средства, браслеты, средства отслеживания и все остальное. Давайте теперь, вот вы так очертили, давайте теперь подробно. Во-первых, вы сказали закон об адвокатуре. Если я ничего не путаю, то новый уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, он предусматривает, что защищать человека может только адвокат, человек, имеющий статус адвоката. На сегодняшний день, да, на сегодняшний день это и то, там тоже есть нюанс, плюс и минус, да, что будет профессиональный защитник, то есть адвокат, но он должен быть еще, кроме того, что имеет свою лицензию, он должен быть загрязнен в реестре, да, в каком-то объединении. Как же это коррелирует, извините меня, с теми положениями, что в принципе в суде будут рассматривать доказательства всех сторон, то есть в общем-то каждый участник процесса может предоставлять свои доказательства и аргументы? Алиса, этот уголовный кодекс, это фактически вы смотрите фильм американских детективов сегодня, он меняет столько всего, что я не знаю, как не переучивая этот личный состав, он будет работать. Я не знаю, я думаю, что на сегодняшний день, мы говорим о том, что он войдет 1 ноября, я думаю, что где-то в сентябре будут изменения и порядок введения. Страна не готова к нему совсем, не переобучена ничего, поэтому хороший кодекс, на порядок лучше, чем другие, много есть нюансов и которые сегодня нужно обкатать. Вот давайте так, сегодня, как говорили, любое уголовное дело можно было покупать 30 тысяч, 50 тысяч долларов, зависимо от объекта, можно решить вопрос о возбуждении уголовного дела. И после этого там идут обыскап, проверки и все. Здесь не будет такого ситуации, как возбуждение уголовного дела, здесь будет реестр заявлений о преступлениях. И с первого момента оно и происходит регистрация. Но у нас было право до этого УПК, право засчитывать через суд, в котором мы могли потребовать прекращения законного уголовного дела, а здесь нет. Оно вступает с момента регистрации, и все. У нас вводится новое понятие такое, как судебный следователь. Я не думаю, что система к этому готова. Я не думаю, вот я сейчас знаю, что сейчас делает высшая квалификационная комиссия судей, да, и институт судей, да. Нет у нас, и фактически еще ни один человек не подготовлен к судебным следователям, понимаете. А здесь еще и нужны мозги, здесь нужно работать. Да, это человек, который оценивает. Следствие, это особая работа. Как будет работать судебный следователь, неизвестно, да. Если мы говорим еще о защите прав граждан и все остальное. Вот мы сегодня, президент дал поручение конкретно прокурору Пшонки, да. Почему дал? А по защите интересов и прав, конституционных прав граждан, задержанных, подозреваемых, обвиняемых, либо арестованных. Потому что все это кодированные граждане, это не преступники. Их можно назвать только суд. Подозреваем. Да, да, их можно назвать преступниками только суд, вынеся обвинительный приговор. Но вы меня извините, но эти сегодня тысячи, десятки тысяч граждан, непреступники, находятся сегодня в изоляторах временного содержания, находятся в следственных изоляторах, и которые фактически лишены всех конституционных прав, которые существуют. Там же хуже, чем в тюрьме, в общем-то все об этом знают. Ну, давайте так, что тюрьма. СИЗО и есть тюрьма. Но просто наши обыкновенно говорят, что тюрьма есть. ПКТ – это помещение тюремного типа, это на зонах, да, из правительных трубных движений. А СИЗО это есть, это пока мирное распределение, да. Извини, человек не виновен ни в чем, и если мы сегодня говорим о гуманизации уголовного, не процесса, а уголовного даже кодекса, да, в котором мы провели декриминализацию 18 статей, по которым люди не являются уже преступниками, да, вот и контрабанда убрана, и многие вещи, ситуации. А я не знаю, как сегодня с ними его вести. Он попадает в камеру на 4 человека, по 8 человек в камере, да. Он не получает медицинского обслуживания. Дальше. При выезде в суд их кидают в накопитель, где люди курят, где на 4 человека, по 20 человек. Вот вы, кстати, написали обращение в связи с недавними событиями, не подтверждено еще что было, но вы как раз заинтересовались ситуацией в Одесском СИЗО. Вот вчера, да, я вчера я отчитал, что на сайте Храбро, да, о том, что в Одесском СИЗО избито 12 человек, да, и нарушены их права, и над ними не было. И над ними издевались, ставили на колени, и якобы, якобы это все делал врач вместе с начальником СИЗО, да. Я не знаю ситуации, это закрытое учреждение, да, поэтому я сегодня подготовил обращение к прокурору, да, Одесской области Малицкому, о проверке данных фактов. Если эти события или эти факты подтвердятся, конечно же, это является должностным преступлением, и я требую, и в случае подтверждения, возбуждение уголовного дела. Тут как-то так же сложилось, что сегодня президент как раз и дал поручение по вот этим фактам, таким фактам происходящим в этих учреждениях, и дал генеральному прокурору Пшонки. Посмотрим, как будет дальше. Сегодня смотрю дальше, развитие событий, один из этих 12, который якобы был избит, я пока не говорю, что так оно было, должна быть проверка, да, уже покончил жизнь в автозаке. То есть вы планируете лично принять участие? Я планирую, да, войти в комиссию, которая это будет, да, потому что это является, извините, значимым, это нарушение конкретных прав, а у нас комиссия по защите прав граждан и законности, да, и уже обращение к прокурору отправлено, поэтому в этой ситуации. Валерий Федорович, ну тогда к другим вопросам, в принципе, я надеюсь, что действительно уголовный процессуальный кодекс новый решит многие проблемы, возможно, да, тогда о хорошем немножечко. Давайте так, с 1 июня вводится таможенный кодекс, так, поэтому таможенный кодекс граждане должны знать, что, чтобы они не провезли кроме наркотиков и оружия, это не контрабанда, то есть уголовная ответственность у них не наступает. Дальше, если они летят в самолете, они должны спокойно знать, что они могут купить товар на 1000 евро и не обязаны ничего здесь платить, и провозить грузы до 50 килограмм. Валерий Федорович, недавно принимали участие вы в заседании Совета регионов, что обсуждали, какие сейчас насущные... Нет, нет, я не принимал, я просто вам сейчас скажу другую ситуацию, я туда не ездил и не был, да, просто я сегодня посмотрел заявление конкретно президента по Совету регионов, он конкретно сказал, что многие министры не выполняют своих обязанностей, функциональных, да, я бы сказал конкретнее, да, больше, да, что они не приводят, не проводят реформу, модернизацию согласно вот тех законам, которые выдаются. Многие законы, как матрицы, очень хорошие, но они не выполняются ни чиновниками, ни кем. А в управлении государством я вижу полный дебилизм. Это проблема кадров? Это проблема кадров. Назначается человек либо близкий к руководству, либо, как говорится, либо со своей партией, да, а в реальности, не знающий этого дела, да, и естественно, как он будет дальше что-либо делать. И фактически, если мы, помните, прошлый с вами год говорили о создании вертикали власти, а это вертикали не существует сегодня. Я вам говорю, сегодня выполнить указание президента или премьер-министра, оно буксует. Но буксует, я говорю, не из-за того, что многие просто не хотят этого делать, а из интеллектуального уровня, интеллектуального уровня исполнителей. Они не понимают, что от них хотят. Почему? Потому что люди шли в чиновники, что они думали? Они власть. Они сегодня не могут воспринимать, что это сервис, что они обслуга, что они официанты. Ну, мы говорим, что они должны оказывать вам сервисные услуги за деньги, которыми вы их наняли. Они это не понимают. Они думают, что чиновник, это человек распределяющий, и заодно можно сделать рядышком еще поток. Когда потока не стало, стало неинтересно работать. И многих чиновников, я сегодня вижу, ну 30% руководящих чиновников, я вижу вот такой потусклый взгляд, который я видел где-то лет 5-7 назад в Европе. Пережаренным солнцем сидят в ресторанах люди, которым ничего в этом мире не надо, и они пустые, блуждающие, пустой взгляд. И я вижу, что идет постепенная дебилизация. Вот я сегодня разговаривал с одним из банкиров, он говорит, Валерий Федорович, мы перешли полностью на ситуацию, когда у нас наш работник и работников дебилизации не имеют права разговаривать с клиентом. Он должен отвечать конкретными слоганами, фразами и все, и думать он не должен. И всю программу он работы не знает. Это человек функции, который должен выполнить три действия. Я так понял, что и чиновники поняли, что они выполняют три действия, да, разрешил, запретил откат. Понимаете, да? Валерий Федорович, в принципе, вы эту ситуацию предсказывали, в нашей предыдущей встрече вы говорили о том, что изменить ситуацию может только воля. А я вам о воле скажу. Давайте так, еще не принят закон, еще не действует таможенный кодекс. Из одной только воля, и я говорил, что это можно сделать, побороть коррупцию и запустить ситуацию, только из воли, да? Воля одного человека в этой стране. Воля этого человека, это президент. Потому что больше ни у кого нет тех полномочий. Вот здесь он может, если применить волю, запустить вертикаль. Извините, нет закона, таможенный кодекс еще не действует. 8 миллиардов плюс к бюджету. Фактически умножить за 4 месяца. Умножить 1 на 3, это 24 миллиарда. Это есть все социальные инициативы. Это только с одной ситуацией. Позавчера подписал таможню с налоговой договор об обмене информации. Это давно надо было сделать, потому что в Польше есть под Министерством финансов и таможня и налоговая. Внешняя таможня и внутренняя. И якобы они сэкономят 1 миллиард. Я считаю, что там экономия, не экономия, а возврат государству в реальности до 16 миллиардов. Если я писал 20 миллиардов о том, что бюджет не допустил из-за модных и блатных, сегодня еще осталась вот эта НДСная ситуация и несвязь налоговой базы с таможенной. Ситуация какова? Я думаю, что к ноябрю месяцу очень много в этой стране поменяется. Не зависимости от выборов, а в экономике. Почему? Потому что здесь не 1 миллиард. Здесь, я думаю, потерянных 8 миллиардов. А если в следующий раз потерянных государствам, которые можно было потратить на школы, на обучение, на социальные нужды. Это 100 миллиардов госзакупок. Сегодня говорится, что порядка 40 миллиардов хищений. Господа, мы же не можем себе это позволить. Валерий Федорович, но тем не менее, ваши примеры, те, которые вы озвучиваете, они говорят о том, что при желании все-таки возможно, что-то может происходить. Но вот как вы считаете... Алиса, давайте говорить конкретно. Можно. Здесь не только воля. Каждый гражданин имеет по конституции свои права. Он должен защищать свои права. А кому жаловаться, куда обращаться? Сразу президенту, получается? Зачем? Зачем сразу президенту? Я знаю, что сегодня из-за того, что ситуация очень сложная с доверием к власти, любое обращение гражданина берется под контроль. Обращение куда? Контролирующий или правоохранительный орган. Извините, у нас сегодня еще прокуратура пока не лишена прокурорского надзора. Пока еще не лишена. И она имеет право применять. Многие вещи. Вот я говорю честно. У меня, когда идут обращения граждан, я их адресую. Если были нарушены права, их интересы, я прошу прокуратуру выступить в суде в интересах гражданина. И в защиту гражданина 70% права защищаются. Вот и все. То есть главное не молчать? Нет. Молчать не надо. Надо сопротивляться, защищать свои права. Почему? Вот мы с вами чуть-чуть перед этим поговорили. А что же дальше? Вот я смотрю, 12 числа был съезд оппозиции, они приняли программу. Я смотрю всего лишь два пункта, которые заявил Яценюк. Он заявил о ситуации, о люстрации, то есть замене всех чиновников и о реприватизации. У меня сразу стал вопрос, кого на кого заменишь-то? Уже, по-моему, всех поменяли и неоднократно. Кого на кого? Кого на одной этаже? Кого на кого? Где-то молодежь, которую поднять. Они как-то уже все по кругу ходят. Где-то молодежь, которую поднять. Я не думаю, что замена вот этих вот бывших управленцев на этих, ничего в этой стране не изменит. А дальше, о люстрации. Мы уже проходили, помните, когда 2004-2005 год, 1300 предприятий должно было пройти реприватизацию. Экономика станет моментальной. А я же так же понимаю, что это будет избирательное правосудие, избирательная иллюстрация, избирательное правосудие. Потому что, поэтому я думаю, что люди должны знать законы, сопротивляться. Есть такое, как называется, не злоупотребление властью, а злоупотребление правом. Вот каждый гражданинский должен знать, если его право нарушается и нарушает кто-то, он злоупотребляет своим правом. Есть статья в гражданском кодексе, есть в уголовном. Против этих людей нужно объединяться, выступать совместно. Все можно победить, но нужно сопротивляться, должна быть активная позиция. А я вижу, пытаются сделать из народа массу, пытаются вот этими слоганами, какими-то рекламными, дебилизировать полностью население. Будем надеяться, что наши зрители будут понимать, что нужна действительно активная позиция, нужно сопротивляться, писать, обращаться, и тогда их права, возможно, будут соблюдаться. По крайней мере, к этому надо стремиться. Мы должны стремиться к правовому демократическому государству, которое у нас прописано в Конституции. И свои права нужно, правда, сегодня защищать. Ну и, наверное, это нужно делать каждому, никто за нас это не сделает. Я благодарю вас. Напомню, что у нас в гостях был заслуженный юрист Украины, депутат Одесского областного совета Валерий Лакайчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова